Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое председателю, что пригласили в Сусну к докладам выступить на съемке. Тема моего доклада была уже озвучена. Фибрильные судороги являются распространенным неврологическим расстройством у детей в возрасте от 3 месяцев до 5 лет. И возникают фибрильные судороги на фоне высокой температуры тела. Полагают, что непродолжительные фибрильные судороги являются доброкачественными и не имеют серьезных последствий. Однако длительные фибрильные судороги, которые длятся более 15 минут, фокальные или рецидивирующие в течение первых суток, могут приводить в будущем к развитию различных неврологических расстройств, в том числе к развитию височной эпилепсии. Данные, полученные на моделях неонатальных судорог, в том числе на флоротиловых, гипоксических моделях, показывают, что эпилептические приступы вызывают необратимые функциональные изменения в нейрональных сетях и увеличивают восприимчивость животных к лимбическим судорогам на протяжении всей жизни. Что даже один неонатальный приступ увеличивает, может существенно изменить все свойства глутаматаргической передачи. Однако конкретные механизмы, которые опосредуют эти изменения синаптических свойств после фибрильных судорог, остаются практически неизвестными. Как известно, глутаматные ампорецепторы являются ключевыми элементами быстрой синаптической передачи в ЦНС. Их дисфункция может приводить к нарушениям баланса возбуждения торможения и к развитию каких-то патологий, патологической активности в нейрональных сетях, в том числе к развитию эпилептифорной активности. Известно, что глутаматные ампорецепторы состоят из четырех субединиз, которые собираются в различные гетерамерные комплексы и функционируют ампорецепторы как катионные каналы. Субединичный состав ампорецепторов зависит от стадии антогенеза, типа нейронов, активности нейронов и определяет функции ампорецепторов. То есть функция ампорецепторов зависит от их субединичного состава. В частности, функциональные свойства ампорецепторов во многом зависят от наличия или отсутствия ампорецепторов GLUE-A2-субединицы. Если такая субединица отсутствует или содержится в неотредактированном состоянии, то такие рецепторы являются проницаемыми для ионов кальция. Если же эта субединица есть в рецепторах, то такие рецепторы не проницаемы для ионов кальция. И такие рецепторы во взрелом мозге в пирамидных нейронах в основном и содержатся. Кальциопроницаемые ампорецепторы в основном в зрелом мозге находятся в интернейронах, звездчатых нейронах мозжечка. Однако в раннем антогенезе, когда мозг наиболее подвержен судорогам, многие ампорецепторы и в гиппокампе, и в коре являются проницаемыми для ионов кальция. Такие рецепторы кальциопроницаемые принимают участие в большом количестве пластических процессов, как в норме, например, в регуляции долговременной синаптической пластичности, так и появляются при различных патологических состояниях. В частности, было показано, что судороги могут приводить к изменению доли кальциопроницаемых ампорецепторов, либо увеличивая их таких работ большинство, либо снижая количество экспрессии этих рецепторов на мембране нейронов. Такие работы единичны. И остается совершенно неясным вопрос, как длительные фибрильные судороги влияют на функции ампорецепторов и их субединичный состав. В связи с этим была поставлена цель нашего исследования изучить свойства глутамотергической передачи и определить долю кальциопроницаемых ампорецепторов в синапсах пирамидных нейронов гиппокампа интеринальной коры крыс в острый и подострый период после длительных фибрильных судорог. Судороги моделировали на 10-й день жизни крысят вистер потоком теплого воздуха, что приводило к повышению базальной температуры у крысят до 39-41 градусов, что данная гипертермия приводила к развитию фибрильных судорог, которые длились 15 минут и более, что соответствует длительным фибрильным судорогам у человека. В контроль мы использовали крысят, которые были однопометники, которые были отсажены от матери на аналогичное время, но не подвергались гипертермии. Затем через 15 минут в острый период и через 48 часов мы проводили различные электрофизиологические исследования и гистологические исследования в области гиппокампа интеринальной коры, то есть в тех областях мозга, которые являются наиболее уязвимыми при возникновении эпилепсии. И первой задачей нашего исследования было изучить особенности возбуждающей синаптической передачи в поле СА1 у крыс после перенесенных длительных фибрильных судорог. Работа была проведена на переживающих срезах мозга. Стимулирующий электрод был погружен в колотерали шафера на границе поля СА1 и СА2. Отводящий электрод был помещен в стратум радиатум поля СА1. Отводили полевые возбуждающие постсинаптические потенциалы, пример которых представлен на слайде. И мы видим, что после стимуляционного артефакта наблюдается ответ, так называемый, ответ прессинаптический популяционный спайк. Он является суммой популяционных спайков, которые возникают в колотерали шафера в ответ на их электрическую стимуляцию. Амплитуда прессинаптического популяционного спайка прямо пропорциональна количеству активированных колотералей шафера. Следом идет полевой возбуждающий постсинаптический потенциал с его восходящей и нисходящей фазой, который опосредуется главным образом постсинаптическими ампорецепторами, которые находятся на дендритах пирамидных нейронов поля СА1. В ответ на высвобождение глутамата он появляется из колотерали шафера. Собственно, две амплитуды этих явлений мы и изучали. Мы обнаружили, что зависимость амплитуды нарастания от амплитуды нарастания прессинаптического популяционного спайка у животных в группе контроля и фибрильных, в группе срезов, полученных от животных через 15 минут после фибрильных судорог, различается. Мы получили ряд, я не буду рассказывать все, как мы это делали, то есть мы аппроксимировали с помощью сегмоидальной функции гамперса, получили ряд показателей, вычислили некоторые параметры. Но в конце концов мы усреднили все эти данные, которые получили, и в результате получили вот этот график, который называется input-output, то есть вход-выход, который, собственно, и характеризует нам эффективность синаптической передачи. И мы видим, что сила синаптической передачи ослаблена у крыс, у которых в срезах, полученных от крыс, через 15 минут после фибрильных судорог. Мы видим достоверные различия. Однако, через 48 часов после фибрильных судорог этот эффект уже нивелировался. Поскольку синаптическая передача посредуется главным образом ампорецепторами, мы о незрелом мозге, каким является в данном случае срезы, полученные от животных на П10 и П12, мы решили поставить второй целью нашего исследования, это оценить долю кальципроницаемых ампорецепторов в пирамидных нейронах поля С1 гиппокампа и интеринальной коры крыс после перенесенных в длительных фибрильных судорог. Для оценки доли кальципроницаемых ампорецепторов использовали его селективный антагонист М1460. И в первой части нашей работы, работа проводилась на переживающих горизонтальных срезах мозга. Мы проводили внутриклеточные исследования с помощью метода ПЭЧ-КЛАМ в конфигурации целая клетка. В пирамидных нейронах области интеринальной коры, глубоких слоях интеринальной коры, мы отводили ампорецептор, опосредованный, возбуждающий постсинаптические токи, которые были функционально изолированы с помощью антагонистов НМДА и ГАМК-рецепторов. Эти токи вызывали с помощью внеклеточной стимуляции. И долю кальципроницаемых ампорецепторов мы исследовали двумя методами. Первый метод мы рассчитывали индекс выпрямления, который рассчитывали как отношение амплитуды возбуждающих постсинаптических токов, записанных при потенциале плюс 40 мВ к амплитуде токов, записанных при минус 40 мВ. И мы видим, что на нейронах, пирамидных нейронах интеринальной коры, которые были получены от крыс через 15 минут после фибрильных судорог, индекс выпрямления был значительно выше, чем у контрольных животных. И вот рисунки, репрезентативные картинки, это показывает, что у контроля амплитуда отрицательных токов при потенциале минус 40 значительно больше, нежели амплитуда токов при положительной амплитуде, чего не скажешь про клетки, полученные от фибрильных животных. И дальше мы, второй метод, это мы исследовали с помощью блокатора кальзопроницаемых ампорецепторов и заблокировали ампорецепторы последовательные токи и оценили процент блокировки. И оказалось, что у контрольных животных процент блокирования ампорецепторов последовательных токов, он значительно выше у животных после фибрильных судорог. Через 48 часов этот эффект нивелировался. Таким образом, мы сделали вывод, что фибрильные судороги вызывают быстрое снижение экспрессии кальзопроницаемых ампорецепторов. Но поскольку эти эксперименты у нас оценили в основном постсинаптические ампорецепторы, мы не смогли по этим данным сделать вывод, что произошло. Может быть, ампорецепторы сменили локус из постсинаптического, переместились в несинаптический локус мембраны. Либо же произошла их интернализация на нейроне. Для этого мы провели следующую серию наших исследований, но уже на изолированных пирамидных нейронах полиция 1 гиппокампа. Для этого мы выделяли одиночные нейроны из переживающих срезов мозга с помощью вибродиссоциации. Затем применяли экзогенный каенат, который стимулировал все ампорецепторы на поверхности нейрона. И методом пэчклам в конфигурации целая клетка записывали каенат-индуцированный ампорецепторопосредованные токи. И мы видим, что каенат действительно активировал ампорецепторы и пропускал токи через них. И далее мы оценили долю ампорецепторов, применив их блокатор и рассчитав процент ингибирования. И мы увидели, что после фибрильных судорог через 15 минут процент ингибирования был значительно ниже, чем у контрольных животных. Через 48 часов этот эффект нивелировался. И нивелировался он, скорее всего, благодаря тому, что произошло возрастное снижение кальциопроницаемых ампорецепторов. Таким образом, эти данные могут сделать также вывод о снижении доли кальциопроницаемых ампорецепторов и их экспрессии на поверхности пирамидных нейронов. Но эти данные нам уже четко показывают, что снижение происходит за счет интернализации рецепторов. И у нас есть еще одно исследование. Это мы решили оценить, визуализировать нейроны, которые экспрессируют кальциопроницаемый ампорецептор. Мы применили такой метод необычный – каенат-индуцированный захват кобальта. Если кратенько, то суть метода заключается в том, что мы приготовили переживающие срезы мозга, затем стимулировали срезы каенатом. При этом в растворе, который перфузирующий был, также присутствовал кобальт, но были снижены ионы кальция, натрия. И в этом растворе также были блокаторы натриевых рецепторов и блокаторы НМДА-рецепторов. И что происходило? То есть если вот это нейрон, если на нейроне присутствовали ампорецепторы кальциопроницаемые, то есть мы каенатом стимулировали все рецепторы ампа, если присутствовали кальциопроницаемые ампорецепторы, то они открывались и пропускали двухвалентные ионы кобальта, которые накапливались, соответственно, в цитоплазме. И чем больше на мембране находилось кальциопроницаемых ампорецепторов, тем больше кобальта поступало вглубь клетки. Если же кальциопроницаемых ампорецепторов не было на мембране, то, соответственно, кобальт не заходил внутрь. Затем мы осаждали этот кобальт, проявляли внутриклеточный кобальт и получали такие окрашенные комплексы. И вот результат этих исследований мы получили картинки такие. Мы получили различные области гиппокампа, С1, С3 и интеринальной коры. И видим, что у нас кобальт окрасил нейроны и у больных, и у здоровых крыс. Однако мы видим, что у контрольных животных интенсивность окрашивания значительно больше. И мы видим, что не только интенсивность больше, но и морфология, расположение нейронов совсем другое. То есть, предположительно, интернейроны, которые окрашиваются наиболее интенсивно, они окрашиваются как у контрольных, так и у больных. Однако мы не видим у больных окрашенных пирамидных клеток. Вот они коричневеньким цветом окрашены у контроля. И чтобы убедиться, что кобальтовый ток действительно шел через ампорецептор, мы провели эксперимент с заблокатором всех ампорецепторов. И применив этот блокатор, мы увидели, что весь ток кобальта был заблокирован. И через 48 часов мы сделали точно такие же. Последние все. И не нажимается. И здесь уже различий не было. И, соответственно, вот опять не нажимается. Выводы, которые я озвучила. То, что мы впервые показали, что фибрильные судороги приводят к значительному снижению экспрессии кальциопроницаемых ампорецепторов в пирамидных нейронах, гипокампоэнтеринальной кары молодых крыс. И это происходит в результате их интернализации. Снижение экспрессии кальциопроницаемых рецепторов влияет на функциональные свойства нейронной сети, ослабляя базовую синаптическую передачу. Эти эффекты на синаптическую передачу и экспрессию кальциопроницаемых ампорецепторов кратковременны и может быть компенсаторный характер, предотвращая чрезмерную эксайтотоксичность и гибель нейронов. И данная работа была опубликована в августе. Вышла наша статья. Хочется сказать спасибо большое всем соавторам, которые принимали участие в этом исследовании. И спасибо вам большое за внимание. Извините, что задержала. Спасибо.